Бога всегда есть выход. Знаешь, что человек, когда говорит тебе что-то, он может тебя просто осудить. Ты знаешь, что человек, только если на тебе есть осуждение, если ты услышал какое-то обличение, и ты просто вошел в тупик, ты увидел, что ты грешник, ты злой человек, нехороший, у тебя нет выхода, и ты все, тебе как будто бы конец. Это скорее всего просто слова человека. Я знаю, что у Бога есть выход. И знаете, для такого откровения, когда мы проповедуем кому-то, говорим кому-то, по сути людям нужен выход. Им нужен выход в Иисусе Христе, им нужен выход в Боге. И знаете, когда Бог обличает нас, Он дает благодать, чтобы мы могли покаяться и исполнить то слово, которое Он нам сказал. И хотел бы начать со 2 Коринфянам, 9 глава, 8 стих. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Знаете, здесь написано, что нам нужно расточить себя, раздать нищим. И только тогда правда наша будет пребывать вовек. Но я знаю, что, ну, по себе я знаю, что исполнить волю Божию ее невозможно. По-человечески ее невозможно исполнить. А если ты посмотришь, просто просчитаешь свой день, сколько у тебя времени. А если ты посмотришь, что тебе нужно работать, у тебя не будет времени на служение, у тебя не будет времени на молитву. Ты не сможешь исполнить волю Божию. И знаете, в какой-то момент, может, я даже и сам, я принял это. Я принял и увидел, что у меня просто не получается, что мне не хватает сил, что я не могу исполнить всю эту волю. И я вошел в осуждение. Но знаете, Бог не дает осуждения. Бог дает выход. И как тут написано, Бог силен обогатить всякой благодатью, со всяким довольством, иметь богатство на всякое доброе дело. Без его благодати ты не можешь расточить себя. Ты не можешь раздать нищим. Мы, знаете, иногда забываем, что Иисус и правда, Он в центре всего. И что наша жизнь, она как поклонение Богу. Что Бог во всем первый. Мы забываем, и мы не пускаем Его вперед. Мы подобны людям, которые отвернулись от Христа, которые отвернулись от своего Бога, к иудеям, которые не взывали, где Господь. Которые не говорили, где Бог. Учителя и пророки, они шли вслед вала, они не слушали, где Бог. Они не пытались узнать, что хочет Бог. Они не пытались попросить у Бога даже помощи. И, знаете, это мы так делаем. Мы часто так делаем. Мы входим в тупики. У нас есть проблемы, когда мы не взываем к Богу. Когда мы не даем Богу место и не просим Его благодати. Потому что мы должны сдаться перед Ним. Без Него мы не можем. Без благодати, без сверхъестественной силы мы не можем. Это может показаться удивительным, но если об этом задуматься, что, представь, Бог просит от тебя больше, чем ты можешь. Но так и есть. Бог просит больше, чем ты, как человек, можешь исполнить. Ты не можешь исполнить волю Его. И знаешь, что в этом всем? Ты нуждаешься в Иисусе Христе. Ты нуждаешься в благодати Божьей. И по-настоящему, я по-настоящему нуждаюсь. Некоторые вещи мне приходится по-новому переосмысливать. Потому что у меня не получается. Я в какой-то момент потерпел, потерплю крушение. Понимаете? Когда хочу исполнить волю, меня где-то может поломать. Я понимаю, что без благодати я не могу. Но, как я говорил изначально, у Бога есть выход. И Он хочет сказать. Я хотел бы, знаете, чтобы проповедь, она была в выходе. Вот Слово Божье, которое вы слышите, чтобы оно давало тебе выход. И давайте следующее откроем место. Это Псалом 33, 18 стих. И написано, «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». И знаете, что здесь написано? Что, скорее всего, у тебя будет много скорбей. И знаешь, что у нас много скорбей, но, Бог говорит, от всех я избавлю тебя. Бог говорит, что ни одна кость твоя не сокрушится. И Бог хочет дать этот выход. И знаешь, что будешь ли ты слушать или смотреть на обстоятельства, либо в этих обстоятельствах ты скажешь, где Господь, где Бог. И только тогда ты можешь исполнить Его волю. Только тогда ты можешь найти этот выход. Только если ты дашь Богу место благодати. Давайте следующее место откроем. Это Псалома 123. Я хотел бы, чтобы сегодня твою веру укрепили слова Бога. Чтобы не слова человека тебя укрепили, а чтобы ты мог послушать, что Бог говорит в твою ситуацию. Что вообще Бог говорит? Чтобы ты не смотрел на то, какой ты несовершенный, несостоятельный, а чтобы послушал, что вообще Бог говорит тебе? Написано, если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды бы потопили бы нас, поток прошел над душой нашу, прошли бы над душой нашу воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птицы из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Я сегодня хотел бы сказать, что Бог не дал нас в поругание другим людям. Я верю, что Бог уже от многих бед избавил нас. И знаешь, что написано еще, что пройду долину и смерть на тени, я не убою зла. Господь со мною, Его жезл и Его посох, они поддерживают меня. Знаете, что это обозначает? Что когда ты идешь в долину и смерть на тени, тебе нужно вспомнить, что Бог множество раз спасал тебя. И что ты вообще дожил до этого момента. Должен вспомнить, сколько раз Бог давал тебе какие-то обетования, обещания. Знаете, очень сложно, когда ты по-настоящему проходишь долину и смерть на тени, когда как будто внутри тебя пустота, как будто бы ты один, и никто тебе не поможет. Вообще никто тебя не понимает. Очень сложно вспомнить, что Бог обещал тебе. Очень сложно поверить, что вот то, что Бог обещал, оно исполнится в твоей жизни. В эти моменты очень сложно вспомнить и поверить. Но знаете, в этом и есть наша вера, что когда у тебя ничего не получается, когда на тебя надвигаются проблемы, когда ты в грехе, когда ты не можешь исправиться, ты по-настоящему, возможно, плохой человек. Тебе нужно послушать, что Бог говорит. И поверить, что это слово, оно исполнится сегодня в твоей жизни. Когда ты одинок, когда тебе никто не поможет, когда тебя никто не понимает, когда ты никому не нужен. Давайте следующее место откроем. Это Римлянам 8 глава, 26 стих. Здесь написано о Духе Святом. Мы так часто забываем, что Дух Святой, Он всегда с нами. Мы так часто забываем, что мы храм Духа Святого. И знаешь что? Когда ты даже грешишь, когда ты поступаешь по-настоящему плохо, все равно Дух Святой, Он с тобой, Он рядом с тобой. И все равно Он хочет тебе помогать. И знаете, что тут написано? 26 стиха. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух отдатствует за нас воздыханиями незреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И здесь написано, ты можешь даже не знать, как молиться. И знаете, есть такой момент, ты приходишь, как бы хочешь помолиться, ты не знаешь, о чем молиться. В тебе такая пустота, на тебя давит твой грех, на тебя может давить, то, что ты Бога подвел, то, что ты пообещал Ему и не исполнил, то, что ты как будто бы, как бы клялся, но не оказался верным, на тебя может это давить. И ты даже не знаешь, что Богу сказать. Потому что ты знаешь, сто процентов ты не прав. У тебя просто пустота, как будто сам Бог против тебя. Но знаешь что? Дух Божий, Он поддержит тебя. Вот в этой немощи. То, когда ты не знаешь, как молиться, то, когда ты слаб, то, когда ты, возможно, предал Бога, Дух Святой поддержит тебя. Он поможет тебе молиться. Зывай, обращайся, Дух Святой, ты личность. И Он рядом с нами. И во всякий этот момент ты можешь обратиться к Духу Святому. И честно сказать, я грешник, я не знаю, как молиться. Я не знаю, что мне говорить, я недостоин. Я недостоин даже Богу что-то сказать. И Дух Святой, Он поможет тебе. И знаешь, что самое прекрасное? Что любую даже проблему, любое твое проклятие, любое падение, Он в силах использовать во благо тебе. Он может перевернуть по своей воле, потому что это всемогущий Бог. Он может перевернуть в твои проклятия, в благословения. В твои неудачи, Он может перевернуть в победы, потому что для Него нет ничего невозможного. Это и есть твоя вера. Знаешь что? Тебе есть такое, я слышал выражение, что тебе не нужна сила, но тебе нужен Дух Святой. Мы иногда хотим так силы Божьей, чтобы она как что-то чудесное на нас сошла, и чтобы как бы даже воды перед нами расходились, все проблемы рассыпались. Но на самом деле тебе нужен Дух Святой, потому что у Него вся сила. Тебе нужен этот друг рядом с тобой. Тебе нужно просто слушать то, что он хочет. Вот как можно дружить с Духом Святым? Это спрашивает то, как он хочет. И знаешь, что он не промолчит, он скажет тебе. Он поможет тебе, когда тебе нечего сказать. И следующее место откроем. Это Иеремия 3 глава. С 1 стиха. Говорят, если же муж отпустит жену свою, и она пойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы эта страна та, этим страна та? А ты со многими любовниками благододействовала. И однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Это слово Бог говорит своей невесте, которая много раз предавала его. Это народ его. Те люди, для которых Бог сделал так много, явил много чудес, тех, которых как раз таки и спас. Но именно эти люди предавали его. слова людей, твои собственные мысли, они могут осудить тебя, и ты вообще никогда не найдешь выхода. Ты будешь чувствовать себя полностью подавленным, раздавленным, униженным, разбитым, человеком, который не достоин вообще ничего. Но Бог говорит той своей невесте, которая говорит, ты благододействовал со многими, ты много раз Бога предавал, но Бог говорит, возвратись ко мне. Бог говорит, такую вещь, возвратись ко мне, хотя ты со многими изменяла мне. Хоть ты много раз обещал что-то Богу и не исполнял, что ты делал даже обратное. Это могло бы быть сегодня, вчера, это могло быть много раз, но Бог сегодня говорит, возвратись ко мне. Вот так вот у Бога всегда есть выход. И знаете, еще такую вещь хотел сказать, что Иисус это истинная лоза, а мы ветви, без Него не можем делать ничего. И если мы не будем нуждаться в благодати, мы ничего не сможем исполнить. И как Иисус говорил, возьми кресло и следуй за Мной. Если Бог не даст тебе благодать, ты не сможешь его взять, потому что это полное послушание Богу вплоть до смерти. Ты не сможешь его взять. Мы это иногда не понимаем, что все вокруг крутится вокруг Иисуса Христа. Что наша жизнь, наше все поклонение вокруг Иисуса Христа. И у Бога есть выход. Написано даже, что Он даст нам сердца новые, чтобы мы могли в полноте любить Его и славить Его. Представляете, что сам Бог даст такие сердца, чтобы мы могли любить Его, потому что мы сами не можем. И Бог Бог выхода. И давайте молиться. Давайте молиться к тому, кто может спасти наши души от смерти. Я верю, что мы будем услышаны за наше почтение, за наше благоговение и веру. И Бог спасет нас. Боже, мы преклоняемся перед Тобой, Иисус. Иисус, пусть Твое имя будет прославлено на этом месте. Я прошу Тебя, Дух Святой, я висилу Божию свою. Прославь Иисуса Христа. Прославь жертву Иисуса Христа. Пусть Боже, измученный сердцем, получит исцеление. Я прошу Тебя, пусть такое чудо придет, что нищие услышат благую весть, добрую весть, весть спасения Божия, что слепые Божие, они получат прозрения, что Божия узникам будут проповеданы открытые темницы и пленным освобождения. Я прошу Божия, дай нам увидеть лето Твое благоприятное. Я прошу Иисус, прославься. Иисус, будь прославлен. Дух Святой, я прошу, проговори каждому. Пусть это будет слово выхода, пусть это не будет слова тупика Божия, но я прошу Тебя, проникни вглубь нашей души, нашего Духа Божия, проговори свое слово. Пусть в нашем Духе будет слово, изреченное Богом. Не наши слова обиды, не наши слова разочарования, не слова людей Божия, что мы ничего не достигнем, но Слово Бога, которое говорит, что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Я прошу Тебя, Боже, пусть будут раскрытые темницы, раскрытые темницы во имя Иисуса Христа. Пусть каждый человек познает себя Божием. Покажи ему, Боже, любовь свою во имя Иисуса Христа. Аминь.